Так, тот же самый кобелка, кочерга, слетела гусеница резиновая. Значит, что нужно сделать? Давай я покажу поближе. Сначала издалека. Значит, система та же самая, что и, по-моему, на любом бульдозере или гусеничной технике, что на экскаваторе гусеничном, что надо выкрутить и до конца. Да, масленку, здесь на 19, на этом отделке, нет до конца. И рычагом, я сейчас лопату возьму, рычагом давить до тех пор, мы уже додавили, все, уже дальше некуда. Вдавить это колесо до конца туда, чтобы выпустить весь нафиг солидол. Потом мы это все опять затягиваем, эту масленочку. Я не знаю, видно будет, там не будет, но это не важно, поняли. Вот это технологическое отверстие. Сейчас оденем, снимем с направляющей шестерни, оденем в ту сторону и потом будем пытаться на шестерню, на звезду накинуть. Здесь ломники просто нет. Так, значит, очень долго мучаясь поставили мы эту гусеницу. Хорошо, народ не разбежался, хорошо, все дружно помогали, каждый принимал посильное участие. Значит, что хочу сказать, очень тяжело, очень маленький ход этого ролика ведомого. Поэтому гусеницу, гусеницу никак не укоротить, она вроде как ценная. Еле-еле натянули, хотели сначала эту сторону ведомую, а потом уже ведущую. Не получилось, сначала одели ведущую, и потом уже одели на эту и опорную. Еле-еле опорную, еле-еле всей хором доски, ломы, все было задействовано. Но, слава Богу. И следующая проблема, не развести. Развел, закачал сколько-то смог, дальше не идет. И сразу же хочу дать совет. Определить, кто берет в аренду или покупает, особенно не новые вещи. Посмотрите, найдите технологическое отверстие, где вот он разводится. Там будет у некоторых пружины, запружиной этот, но там цилиндр, зеркальная поверхность, так же само, как и вот на гидравлике. Только меньше, тоньше, но все равно блестит точно так же. Короче говоря, там стоит что-то вроде домкрата, только в горизонтальном положении. И работает он не так, как автомобильный домкрат на жидкости. А разводится, поднимает, двигается он за счет нагнетания солидола. Но через это технологическое отверстие можно видеть зеркальная поверхность этого домкратного штока. И посмотрите с одной стороны и с другой стороны на другой гусенице. Если, например, на одной там 3 сантиметра всего лишь видно, на другой там целых 10 или больше даже размеры, то это уже значит, что что-то не то. Это значит, что, хотя будут говорить, что там гусеницы разные, но сейчас речь идет о вот не о тех гусеницах, которые состоят из траков, из звеньев, как цепь. А вот такие вот гусеницы резиновые, которые цельные. Сюда не добавить и не убрать ничего. Они абсолютно одинаковые. И если штоки этих разводных домкратиков разные торчат, особенно если в 2 или в 3 раза разница, то это уже сигнал к тревоге. Это значит, попробуйте на месте донагнетать туда солидола. Если он не пойдет, значит, эта сторона уже проблемная. Все, хочешь загнать этот самый? Делай, приятно. Сейчас все, 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 иду. Значит, и еще что я хочу сказать по топливу. Мне сказали, что расход топлива 5-6 литров. Я бы так не сказал. При очень упорном интенсивности, как мы тут рвем и мечем, то там все 8 и 9, а то и больше пойдет. Все, спасибо.